Классический медовик мы с вами приготовили, а теперь давайте сделаем шоколадный Стакан миндальных орехов необходимо помолоть в блендере Вот приблизительно вот такая должна быть структура у наших орешков Не надо его молоть в пыль, мы его с вами будем добавлять в тесто Это у нас с вами сухая клюква, видите, очень красивая Ее необходимо порезать Клюква кисленькая, она сбалансирует сладость и придаст пикантный оттенок и интересный вкус Орешки и клюква готовы Теперь пришло время приготовить тесто Для шоколадного мы будем использовать 2,5 стакана муки и полстакана какао Смешали все сухие ингредиенты, убрали в сторонку Приготовьте заранее, отмерьте на весах 10 грамм пищевой соды Нам понадобится щепотка обычной соли Приготовьте полный стакан сахара 100 грамм сливочного масла Стакан сахара Следите за огнем, он не должен быть слишком мощный Пол чайной ложечки соли, даже 1 четвертую Так вот, сахар у нас с вами начинает карамелизоваться Сейчас мы с вами добавим 2 полных столовых ложки меда Вот видите, как сахар карамелизуется? Вот это то, что нужно Будет прекрасный вкус у наших коржей 2 столовых ложки меда Все смешали Выливаем яйца Пищевая сода Мы сейчас ее должны с вами погасить Вы должны увидеть, что она, что поверхность побелеет Вот, вот, видите Пошел запах соды Мы ее сейчас погасим И она не передаст свой, вот, скажем так, неприятный вкус и аромат тесту Хорошо Все, готово Так, вводим Муку с какао Орехи Так, сделали колбаску Давайте делим ее на кусочки Один оставляем Закрываем Тесто готово Включайте духовку 180 градусов Разогревайте Лист Два листочка пергаментной бумаги Сильно давить не нужно Тесто очень мягкое Все остатки сразу под полотенечко И будем формировать новый лист Духовка у меня будет готова Буквально через несколько секунд Отправляем в духовку В среднем 3-5 минут Как только она уже раскачегарится по-настоящему Они будут вылетать каждые 3 минуты Замечательно Второй лист готов Если вот здесь, видите, вот немножко порвалось Из-за того, что у нас внутри теста орешки Это не проблема Абсолютно не страшно По ходу пьесы я вот уже готовлю еще листы Кстати, вы эти коржи можете использовать в качестве печенья Сделайте коржи по нашему рецепту Стаканчиком сделали форму круглую Запекли прекрасное печенье для детишек Наши коржи готовы Получилось в среднем 11 штук Один коржик, который самый некрасивый Оставляйте на посыпку Будем делать крошку Давайте будем делать крем Это вот наш кустард Который мы с вами делали в самом начале Мы сразу сделали с вами двойную порцию Вот это вот половина, которую мы будем использовать Для того, чтобы намазать наш замечательный тортик Четыре столовых ложки муки Нам их надо с вами развести в двух стаканах молока Разводить нужно постепенно Так, чтобы у нас с вами не было комочков Это стандартный стакан 200 миллилитров Вот такой состав готов Разогревайте свой сотейник Не сильно Две столовых ложки сахара Две столовых ложки молока Молоко закипело Сахар полностью растворился Сейчас в сахар мы с вами вливаем нашу смесь муки и молока И теперь мы должны с вами все это дело довести до кипения Снизить огонь И постоянно помешивая Сделать густой крем Вот в данный момент мы с вами сейчас сделаем Порцию на два будущих тортика Так, еще немножко Буквально несколько секунд Все, готово Вот, видите? Обратите внимание Какая густота Теперь наша задача Вот этот состав Охладить до комнатной температуры Или даже ниже Вам потребуется в среднем 2-3 часа Это вот наш кустарт Который мы с вами делали в самом начале Мы сразу сделали с вами двойную порцию Вот это вот половина Которую мы будем использовать Для того, чтобы намазать наш замечательный тортик Нам нужно растопить с вами две плитки шоколада Каждая из них 100 грамм Нужно топить шоколад на водной бане То есть вы набираете в небольшую сотейник Или кастрюльку воду Доводите его до кипения Ставите какую-то емкость Обязательно положите столовую ложку сливочного масла И на медленном огне Мы с вами делаем шоколад жидкий Как только он растопится Мы будем его вводить в крем Пачка сливочного масла У меня пачечка 270 грамм Обратите внимание Вода моя начинает закипать Я ставлю стеклянную емкость Столовая ложка сливочного масла Две плитки черного шоколада Процентное соотношение какао Средним 55-60 Ну, возможно и 70 использовать Делаем средний огонь И пусть наш шоколад потихоньку плавится Начинаем взбивать крем Наш кустарт Щепотку соли Ванильный экстракт Полная чайная ложка Ну, вот какой уже симпатичный крем у нас с вами получается Сейчас заканчиваем топить шоколад И будем вводить его в крем Шоколад у нас с вами готов Убираем Важный момент Он не должен быть сильно горячий Но и если он у вас полностью не растает То будет кусочками Поэтому здесь вот нужно вот эту золотую середину как бы почувствовать Помните, что мы с вами Вбиваем теплый шоколад в сливочное масло Если шоколад будет слишком горячий То масло растает Давайте попробуем крем Просто песня Очень вкусный Вот на этом, в принципе, все готово Можем мазать коржи Но Вот смотрите-ка Я хочу добавить немножко контре Это апельсиновый ликер Можно сюда добавить коньяк Можно сюда добавить виски Если вы планируете подать этот тортик Скажем так, для ваших друзей Для взрослых Но если вы планируете приготовить его для детей Для детского праздника Например, день рождения То, конечно, алкоголь ни в коем случае добавлять не нужно Мы планируем этот тортик кушать только взрослые Детей не будет Поэтому я добавлю 50 грамм контре И усилю аромат и вкус Все Крем готов Коржи готовы Сейчас я ставлю крем в холодильник Даю ему постоять полчаса 40 минут Для того, чтобы он, скажем так, немножко загустел Охладился Так, чтобы шоколад уже полностью был комнатной температуры И, может быть, даже ниже И после этого мы с вами начнем мазать тортик Это наша крошка для посыпки Наш крем готов Вот он застыл Ну, давайте будем мазать Теперь по поводу ягод Вот, смотрите-ка Я взял их совсем немножко Дело в том, что клюква, она достаточно кислая Поэтому берите буквально вот так вот Совсем немножко Так или иначе, когда вы порежете кусочек И будете кушать Вы будете чувствовать вот эту кислинку Которая будет балансировать сладость Так, придавливаем Итак, вот у нас с вами 5 коржей Толщей не надо Один тортик готов Второй я уже намажу самостоятельно Не буду занимать ваше время Оставляйте его при комнатной температуре Минимум на 15 часов Потому что он более жесткий По сравнению с первым классическим медовиком Поэтому ему нужно больше времени Прошло у нас с вами 15 часов Наш шоколадный тортик готов Посмотрите Вот такой он у нас с вами получился Красотуля невероятная Запах просто сумасшедший Я вам скажу честно Мы не могли сегодня спать Как я и говорил Он слегка плотнее Коржи получились плотнее Учитывая, что там у нас с вами орехи Поэтому я его держал 15 часов Но вам его рекомендую Подержать его часов 20 Возможно даже сутки Ну, пробуем Да, я вам скажу Это невероятный вкус Очень, очень, очень вкусно Сделайте такой тортик По нашему рецепту И будете мне благодарны Возникнут какие-то сложности Или вопросы Пожалуйста, пишите С удовольствием отвечу На сегодня все Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Жду вас в следующий раз Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok